Сегодня стало известно, что в Петербурге на 88-м году скончалась Зинаида Шарко. Актрисы, которую знали и любили миллионы. Много лет она отдала Большому драматическому театру имени Товстоногова. На легендарной сцене она сыграла почти полсотни ролей. Ее называли настоящей актрисой идеальной труппы. А сама она считала, театр восполнит все, чего не дает жизнь. Ни фотографий, ни памятных автографов, ни сентиментальных открыток. В ее гримерке ничего лишнего. Наверное, потому что была человеком, занятым исключительно делом, профессией. Даже в последние годы, когда в родном БДТ уже не осталось ролей, добиться у нее интервью было практически невозможно. Зато, если уж разговор состоялся, это был фейерверк эмоций. К нам пришла в театр Эмпопова из комиссарировки. Открытие сезона. Мы учились с ней вместе на одном курсе. Она называла меня Гуля, я ее за. И вот открытие сезона. Гуля, я с тобой, я с тобой. Сидим, прижалась ко мне. Открывается дверь, входят. Капелян, Стржельчик, Луспекаев, Лавров, Юрский, Смоктуновский, Олег Борисов. Потом Миша Волков тогда еще у нас был. Игорь Розин, Женя Лебедев, Владимир Медведев. Один за другим. Она так прижалась ко мне. Гуля, как вы тут живете? У меня же глаза разбираются. Красивое благородное лицо. Идеальная фигура даже в 80. Сегодня трудно поверить, что в театральный институт ее не брали за упитанность. Ребенок войны. Она пережила голод, а в мирные годы неожиданно располнела. Какая-то нервная реакция. Приемная комиссия заявила, ладно, но если она поправится хоть на полкило, профнепригодность. На выпускном спектакле, глядя на исхудавшую студентку, профессора возмущались. Сбросит еще полкило и профнепригодность. Никто не знал, что Зина Шарко голодала все годы учебы, как и в войну. Жили бедно. Но ведь это была мечта – стать актрисой. Коллеги называли ее «Южным цветком». Уроженка Ростова-на-Дону она ужасно мерзла в Ленинграде. Когда они начнут топить по-человечески? Ну, я думаю, никогда. Зинаиду Шарко называли актрисой Товстоногова. И действительно, режиссер пригласил ее в 1956-м, как только возглавил БДТ. И тут же завалил работой. На спектакле «Три сестры или пять вечеров» люди приезжали из отдаленных уголков страны, чтобы только увидеть Шарко. Зинаида Максимовна всегда говорила, что 33 года совместной работы пролетели как одно мгновение счастья. А вот кинорежиссеры почему-то считали ее нефотогеничной и снимали мало. В 70-м Кира Муратова предложила ей роль в «Долгих проводах». Готовый фильм испугал начальство, и его положили на полку. Но в Ленинграде и Москве артисты еще много лет пересказывали друг другу нюансы игры, интонации и знаменитые паузы Шарко. «Мама, я никуда не еду. Мама, я никуда не еду. Я стою сейчас». Потом были еще блестящие роли. В фильмах «Фантазии», «Форятьева», «Собака на сене» и не менее гениальные эпизоды. А вот в театре около полусотни ролей, порой по 2-3 работы в год. «БДТ» она считала своим родным домом и была ему беспредельно предана. «Человек с огромным чувством юмора. Артистка моего театра, большого драматического театра, нашего до мозга костей. Всегда востребованная, всегда неожиданная, очень обаятельная. Ее нельзя забыть хотя бы по ее уникальному голосу». После смерти Товстоногова ее спектакли постепенно сошли с афиши. Одна из последних работ актрисы на сцене «БДТ» – спектакль «Квартет», где ее партнеры Кирилл Лавров, Олег Басилашвили, Алиса Фрейнлих в 2006-м – Шарко тогда было уже 77-м – эту постановку привезли в Москву. Говорят, овации длились больше 10 минут. Но Зинаида Максимовна была счастлива не цветам и аплодисментам. Дома она с восторгом рассказывала. «Представляете, нам кричали «Браво, БДТ!». «Браво, БДТ». «Браво, БДТ». «Браво, БДТ». «Браво, БДТ». Продолжение следует...